2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Благословен Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Сегодня мы рассматриваем раздел Торы «Ахареймот» после смерти, так, ну, это из этих слов. Имеется в виду, здесь рассматриваются Божьи повеления сразу после смерти сыновей Аарона Надава и Авиуда. Это 16, 17 и 18 глава книги Вайкра Левит. Если кратко, то в этом разделе говорится повеление к первосвященнику на день Йом Кимпур, в том числе относительно жертвенного козла и козла отпущения, о необходимости приносить жертвы только в определенном богом месте, в скинии собрания, и о запрете на кровь. И о запрете есть кровь. Также говорится в 18 главе о запрете кровосместительных сексуальных связей. Давайте, скажем так, для меня это, я посмотрел, я ни разу ее не комментировал, вот, и, значит, читал ее, читал и читал, потому что я понимал, что вот о жертвенных козлах и козле отпущения лучше Витя Расюка, я не скажу, он всегда говорит на эту тему очень глубоко, вот, значит, и я думал, что, что же мне сказать, да, и вот сейчас мы это посмотрим. Давайте почитаем 16 главу. «И говорил Господь Маше по смерти сынова Ароновы, когда они, приступив с чужным огнем при Дову лице, умерли. И сказал Господь Маше, скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу под крышку очистилища, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Ну вот с чем должен входить Ароново святилище, с тельцом в жертву за грех, с овного всержения, священный льняный хитон должен надевать, значит, и так далее, кедар, и так далее. И от общества в сыну в Израилях пусть возьмет он из стада коз двух козлов в жертву за грех одного овного всержения, и принесет Арон тельца в жертву за грех за себя, очистит за себя дом свой, и возьмет двух козлов, поставит пред лицем Господнем, уходя в скиньи, и бросит обоих козла в жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения, и приведет Арон козла, на котором вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, и так далее. То есть, что мы видим? Мы видим, первое, акцентированное упоминание Господа о смерти Надава Авиуда, да? То есть, эти два молодых священника, ну, достаточно молодых по сравнению с Ароном, наверное, они были явно не 20-летние, о том, что они по своей инициативе и по своему пониманию, они вошли в присутствие Божье и были умерщены. То есть, это уже говорит о чем-то, тем более, что вообще-то ситуация с Надавом Авиудом, она происходила в 10-й главе, И я так думаю, что нам, как бы верующим с сегодняшнего дня, очень важно еще и еще раз обдумать тот принцип, который мы здесь видим, о том, что в присутствие Божье приходят по Божьим правилам, приходят по Его установлениям, и приходят Его путям. Вот, и поэтому недельная глава, она вот я прочитал, мы видим, что все очень подробно, да? Вот и одежды описаны особые, значит, и особые жертвы, вот, значит, и особый порядок, там очень достаточно сложный порядок, понимаете? Там, значит, не сразу все, там привезли этих козлов, их оставили, там, значит, там принесли, одного принесли в жертву, другого оставили, потом вошел в святилище, потом вышел и так далее. Когда мы смотрим на весь этот порядок, мы видим, что Бог, Он акцентирует внимание, что есть порядок прихода к Господу. Конечно, ну, для нас это, ну, известный факт, тем более и комментаторы, и наши раввин, раввин и пастора, они говорят постоянно нам об этом. Они говорят, ну, вы знаете, есть вещи, которые нам, ну, надо постоянно, надо упоминать, постоянно надо учить этому, надо вспоминать об этом. Вот. Поэтому не зря, допустим, на Песах есть седр, да, порядок, вот, и мы должны об этом порядке размышлять. Тем более, что во втором Тимофея, смотрите, звучат такие слова Равша Шауля, значит, апостола Павла. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Здесь Павел, он обращается к Тимофею, конечно, он говорит о его времени, говорит, придет время, оно скоро уже достаточно будет, и мы знаем, что такое время и пришло, там, Николаиты были и так далее, это достаточно быстро все произошло. Ну, конечно, он говорит через века, он говорит и сейчас нам о том, что вот этого здравоучения, придет время, когда будут различные учения, и здравое учение еще надо будет найти вот среди различных учений, которые есть в христианском мире. Верующие, реально любящие Бога, ищущие Его присутствие, это говорит о том, что они будут искать таких, знаете, коротких путей, легких путей, более коротких, более легких путей в присутствии Божьем. Божьем, ну, конечно, не просто в присутствии, чтобы там насладиться, чтобы он благословил, да, чтобы им попользоваться щедрой рукой. Вот, значит, и, как бы, легкие пути эти есть, есть сейчас, христианский мир предлагает множество легких путей, понимаете, особые конференции, особые какие-то молитвенные такие, значит, ситуации, да, вот, значит, особые пожертвования, да, ну, то есть, делать, ну, такие-то духовные вещи, значит, имеющие в виду духовность, но которые не требуют глубинных изменений личности. То есть, достаточно вот это сделать, и все будет хорошо, и ты придешь в Божье присутствие, и у тебя все получится, и Господь тебя благословит, и с щедрой рукой, конечно, отсыпет в лоно твое. Вот, значит, вы знаете, я думал, вот, и как-то сегодня только утром, я думаю, ну, почему так получается, да, вот, почему вот мы так ведемся на эти вещи, да, это я не только там о ком-то говорю, друзья, а сам ведусь на эти вещи, понимаете, это, 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 ну, только потом уже со временем ты понимаешь, что ты повелся на какую-то, на какую-то вещь. Есть вещи, о которых стыдно говорить даже, да, стою здесь вот и там учу чему-то, а на самом деле проходил через это же, проходил и, возможно, прохожу, потому что надо всегда оценивать, я об этом буду говорить ниже, оценивать то, о чем мы думаем, да. Ну, например, смотрите, вот такой момент, как бы, ну, как бы мне помогает понять, почему так происходит. Вот, например, возьмем 11 главу. Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Классно, да? Вот, значит, то есть достаточно что делать, ну, чтобы получить? Ожидать. Ожидать. Оно как бы, ну, напрашивается само. Достаточно ожидать, и ты получишь. А если ты будешь крепко ожидать, пастор Александр как-то проповедовал на эту тему, понимаете, если ты будешь очень хорошо ожидать, да, то типа там тебе и отломятся. Ну, вот, понимаете? Ну, на самом деле, значит, на самом деле, значит, смотрите, там, где ожидаемого, там используется слово «элпизио». Слово «элпизио». И как-то я пошел в шестую главу к евреям, это мы 11 говорим, и там говорится, тоже говорится об ожидании, вернее, не об ожидании, там говорится о другом. Там говорится о надежде, да? Но надежда, там слово «элпизио», оно происходит от «элпизио», то есть они связаны, то есть надежда, которая говорится в шестой главе, а что там говорится? Там говорится о том, что, значит, у верующих людей, у них есть некая надежда, да, которая душе нашей, как-то рыба проповедовала, она как якорь, да, который как якорь, который входит в святое святых. То есть есть надежда, да? Но там какая, на чем основывается эта надежда? Там написано, что надежда основывается на Слове Божьем, на его клятве. Понимаете? Разницу, понимаете, теперь ожидаемое, ожидаемое, типа вот мы ожидаем, то есть ты представь себе дом, машину, красавицу, жену или богатого мужа, или еще что-то там, нарисуй картинку, повесь, я и такое видел, и там, и молись, там, и так далее, у тебя все получится, ты же очень сильно будешь ожидать. Понимаете? Такая вот вера, да? Или вера как надежда на Божье Слово, да? Вот, которую он провозгласил, да? Понимаете, о чем я говорю, что наша вера, она есть, вот в современном переводе, смотрите, вера означает, что мы уверены в том, на что надеемся. А надеемся мы на что? На Его Слово, на Господа, не просто на Господа, на Его Слово, на то, что Он сказал, а Господь как сказал, как поклялся, понимаете? Его Слово, оно неизменно, да и аминь. Давайте мы, это, утвердим это. Аминь. Вот, и Павел дает нам понимание, как, что нам делать в этой ситуации, да? Вот, и он говорит молодому служителю Тимофею, ну ты будь бдителен, там слово, трезвым, бодрствующим, рассудительным, сдержанным во всем. Ты будь бдителен, да смотри, ну размышляй над тем, что, о том, что проповедуется, да? О том, как оно основывается на Слове, дает ли оно нам реальную надежду, которая входит за завесу туда, в Святой и Святой. И еще Он говорит, провозглашай Слово, слово такое выбрано, да, провозглашай Слово, утверждай Слово Божье, говори своей пастве то, что реально говорит Бог. Не выдумки какие-то, понимаете? Не вот эта вот вера, условно говоря, до дрожи в членах своих, да? А та вера, которая основывается на надежде, а надежда основывается на Слове Божьем. То есть провозглашай Слово, обличай, поправляй, вразумляй с неистыщимым терпением множество раз. И то, что я делаю, я просто еще в очередной раз говорю об этом, понимаете? Потому что, ну об этом мы много говорим, но еще и еще раз нам надо об этом говорить. Об этом же говорится в 17 главе книги Ваекра, значит, ну это же в этом же разделе, о том, как приносить жертвы. Вот здесь Господь говорит, объяви Арону сыном, чтобы, короче, приносили жертвы только в скинии собрания. Только жертва считается только та, которая приведена к скинии собрания. Но не та жертва, которую кто-то сам по себе определил, какая жертва, принес ее где хочешь. Ну если, ну где-то там Дубрава какая-то там, на холм забрался там Дубравны, или еще и там ее принес. Это тоже путь, легкий путь к Господу. Не надо идти в Иерусалим, да? Не надо ждать свою очередь, не надо, там, тебе определят еще, вдруг твоя жертва, она еще не подойдет, там ее же проверят, понимаете? И так далее. Вот, поэтому это тоже легкий путь. И смотрите, как Господь говорит, истребится тот человек из народа своего. Истребиться, это имеется в виду, ну в этом контексте, когда говорится истребиться, это не то, что там его выведут и победят. Бог найдет, как его, короче, извести из народа. То есть он видит. Люди могут не видеть, но Бог увидит. Вот, и он называет, чтобы они не приносили впредь жертв своих идолам, за которыми блудны ходят. То есть это идолослужение. Вот, это тоже, знаете, как я говорю, из области легкого пути. Конечно же, и в современном христианстве, к сожалению, и в нашей жизни тоже есть такое, знаете, желание принести некую такую жертву особую, да? Вот, чтобы, которая позволит и прийти в присутствие Божие, и получить его благословение. И Отец хочет благословить тебя. Бог дал ясный путь через еврейских пророков, через послания евреям, что только Мессия и только Он один является тем путем, который ведет нас в присутствии Божьем. Но Христос, при освящении будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворно, то есть ни такого устроения, ни с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аминь. Друзья, вечное искупление для нас, для всех верующих Него. Это благая весть. Это Евангелие на самом деле. Это добрая вещь, что на самом деле нам не надо ехать в Иерусалим с кровью и тельцов, нам не надо приносить на Йом-Кипур козлов, потому что все эти жертвы, они вобрал Ешо, он вобрал в себе, он стал совершенной жертвой из-за нашего обновления, не только нашего тела, нашей души, нашей совести, нашей жизни всей. И мы приходим к Богу через, вот это еще одно такое понимание сегодняшнего дня, я на этом завершаю, через отождествление с Ним. Понимаете? То есть вот этот был принцип, когда жертву приводили к Скинии, значит, человек, который, значит, приходил с этой жертвой, да, он возлагая руки, он отождествлялся как бы, он передавал свои грехи с этой жертвой, он как бы говорил, я должен быть на этой жертве, вместо этой жертвы, но Господи, прими ее, как вот меня. Вот. То же самое у нас и отождествление с Йошо, оно помогает нам прийти в присутствие отца, и мы можем быть уверены, и в этом наша надежда, которая основывается на слове, да, о том, что отец нас ждет, о том, что он всегда рад, о том, что он всегда рад тебя услышать, помочь, утешить, ответить на твои вопросы. Может быть, не всегда он скажет, да, но, значит, и даже нет, это его отцовское, которое тебе тоже поможет. Это классно, это правильно, и это дает нам надежду. Но знаете что? Я бы хотел бы, как бы, на такой размышляющей нотке, как бы, все-таки завершить сегодняшний комментарий. Мы приходим к отцу, мы знаем, кого мы найдем. Аминь. То есть мы знаем, что мы можем с хуцпой, часто говорится о хуцпе, вбегают в кабинет к папе, да, там, папа, пожалуйста, там. И мы знаем, что мы реально найдем папу, мы реально найдем любящего отца, который готов нас всегда встретить. Ну, а что он увидит в нас? Понимаете, друзья? А что он увидит в нас? Значит, кого он хочет увидеть вообще? Кого он хочет увидеть? Детей. Какие дети? С какими качествами? Ну, послушными, да. Друзья, нам тоже слово дает нам, дает нам понимание, кого он хочет увидеть. Мы же открытым лицем, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Понимаете, о чем я хочу сказать? Какими мы входим к нему туда? Отец, конечно же, он хочет увидеть, он хочет видеть детей, но прежде всего он хочет увидеть отражение славы своего сына в нашей жизни, в наших характерах, в нашем мышлении, во всем. Это я говорю, друзья, я так говорю не вам, а я себе говорю, я просто делюсь вами своим пониманием, своей жизни, своих неудач, понимаете? Почему? Ну, об этом мы тоже должны думать. Да, он встретит всегда, какими бы мы ни пришли, даже не очень похожими на его сына, но мы должны думать об этом. Аминь? Аминь. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Аминь. 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 Аминь.